Национальная кухня Национальная кухня Национальная кухня Конкурс это четкость, синхронность, это цвета, это формы, которые порой в ресторане ты просто-напросто не будешь этого делать, потому что это занимает уйму времени и одно блюдо, а ресторан это работа в первую очередь. Если я буду такими блюдами, как на конкурсе, торговать в своем ресторане, у меня как минимум должна быть маленькая проходимость, чтобы я успевал просто это реализовывать. Команды должны за 90 минут приготовить три блюда на тему национальный обед. То есть ровно через 90 минут команды с 10 минутным интервалом должны подавать одну горячую закуску, одно горячее блюдо и один десерт. Так, уважаемые друзья, бокс номер три, команда города Пермь. Стартуем, ребят, удачи вам! Всегда интересно стремиться и бежать за чем-то сильнейшим, чтобы показать вообще свои знания и сделать по максимуму, выложиться, нежели со слабыми конкурсантами. Сегодня, я считаю, были достойны, то есть мы показали себя настолько, насколько могли, учли моменты соперников и сделали для себя определенные выводы. Я очень рад, я думаю, вы тоже рады. Поприветствуем команду Хабаровская. Спасибо им огромное, что они через такие расстояния прилетели в Хабаровск. Стартуем, удачи вам! Даже нет слов для описания всех эмоций и чувств, которые здесь переживаешь, испытываешь. Столько новых впечатлений, знакомств, знаний, всего-всего. Смысл поездки – поучаствовать в соревнованиях, показать себя, показать, что в Хабаровске тоже есть хорошие специалисты в области общественного питания, кулинарного искусства, кондитерского искусства. Мы готовили террин из судака, на морковном пюре, со штруделем грибным, под молочной пеной и соусом из рака. Взяли то, что у нас на Урале плавает, бегает, летает. Постарались взять максимально местные продукты. Мы стараемся готовить русскую кухню, но переделываем ее на европейский манер, стараемся делать какие-то технологии европейские, тенденции все, и подача, соответственно, более такая распространенная. Ну, на самом деле, по моему мнению, это грандиозный проект, которого еще не было в России, и это тот самый проект, который даст толчок российским шерфоварам в эти действительно на международный уровень, показать свои силы, знания, опыт и возможности. Просто посмотрите на праздник, когда мы принимаем первое, второе и третье место на стране, здесь вы видите глимп и счастье в победителях. С удовольствием объявляю, третье место. Кухня номер четыре. Четвертый бокс, Башкортостан. Бокс номер семь. Команда города Каменск-Уральский, Свердловской области. Номер десять. Друзья, первое место сегодняшнего дня. Костровская область, десятый бокс, прошу вас на сцену. Я сфотографировалась в жюри, с Томасом Гублером сфотографировалась. Почему с ним? Потому что он назвал мой десерт, наверное, одним из вкусных за день соревнований. Нужно было обязательно с ним сфотографироваться. Это было несколько интересных комбинаций, которые мы видели. Есть один или два десерта, которые были очень, очень хорошие. И я думаю, что самое важное, особенно когда вы в России, например, вы делаете несколько этнических кизин, которые влияют на модерн, интернациональный способ. И вы концентрировали на традициях, которые страны известны за сотни и тысячи лет. Цель, безусловно, кроме соревновательной, это повышение престижа в профессии повара, кондитера, кулинара. Я уверен, они приедут домой, они всем будут рассказывать. И для них уже это будет стимулом, настоящим стилом в дальнейшей работе. Полтора часа начались сейчас для первого бокса. Доброе утро, стартуем. Десять, восемнадцать. Этот конкурс «Шефа Ля Рус» судят судьи мировой категории. И мне очень важно получить от них обратную связь, что я делаю не так. То есть, насколько я хорошо выступил, да? А насколько я плохо и почему? Меня интересуют именно мои недочеты. И я доверяю этим судям. Это легендарные повара, да, которые имеют богатейший опыт, за которым у нас только нам, у которых только учиться, учиться принимать знания. Когда я пять лет назад стал президентом ассоциации, судейства было никакое. Компетитация означает, что есть правила. Мы учимы. 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 Команда Свердловской области. Команда Свердловской области. Команда Свердловской области. Команда Свердловской области. Мы учимы. Учимы. Команда Свердловской области. Команда Свердловской области. партнеров компании, можно найти всегда поставщиков для себя, да, новые знакомства, новые связи. Я в первую очередь обычно направляюсь к стойкам с литературой, ищу какую-то новую литературу, покупаю для себя и для своего отца в подарок. Также, конечно, много встреч, много знакомств. В метро продукты собраны все в одном месте, то есть ты можешь купить и посуду, какой-то инвентарь и продукты, то есть не надо ездить в 10 магазинов, можно приехать в метро и все, купить все, что тебе нужно. Метро, прежде всего, это партнер, это друг, даже это больше, чем друг, потому что мы с ними постоянно сотрудничаем, они идут с нами каждый день за днем, они нас сопровождают, мы с ними работаем, разговариваем, общаемся. Я не стесняюсь произносить слова, когда говорю, мы партнер для профессионалов, и все, что мы делаем, я думаю, это доказывает и подтверждает. И развитие профессии, индустрии гостеприимства, развитие малого и среднего бизнеса – это тот путь, который мы будем продолжать поддерживать всегда. Мы рады вас приветствовать на наших соревнованиях, и 10.20 ваш старт, полтора часа, удачи. Друзья, ваши аплодисменты. В шестом боксе стартовала команда ресторана «Дружба народов», город Москва, представляющая кухню Абхазии. В шесть лет я приготовила свой первый борщ, в шестнадцать завалила экзамены в медучилище. Моя мама – идеальная женщина, и она сказала одну такую вещь, которую я, наверное, буду помнить всегда. Идеальная женщина должна одно из трех дел делать идеально – готовить, лечить или учить. Победить так хочется всегда, но приезжаем для участия. Организация вообще отличная. Такого вообще не было. Это был один из лучших событий, которые я видел в прошлом, в том числе молодых шефов. Друзья, она уже номинально у нас стартовал этап индивидуальном зачете «Вегетарианское блюдо». Когда работают индивидуалы, в большинстве своем получается то, что они хотят. Очень тяжело тренировать команду, когда три человека, взрослых человека, ему имеют свое основное место работы и должны как-то собраться несколько раз для того, чтобы очень четко и отлаженно вот это блюдо подготовить. Именно в командах больше всего бывает ошибок, когда слаженности не хватает. Конкурс «Шефа ля Рус» отличается от тех конкурсов, где я принимал участие. И призовой фонд интересный, и обустройство боксов, и хорошие продукты. Опять же, это редко где бывает, предоставляют. В нашей смене, когда мы участвовали, одну команду я не знал только. Конечно же, когда уходит какой-то конкурс, появляются всегда новые знакомства. Ну и в соцсетях, конечно же, мы общаемся. Потому что у нас получается, грубо говоря, посезонно, там, два раза в год мы встречаемся на различных мероприятиях. Фазана мы приготовили, можно сказать, из всех частей. Мы использовали грудку, мы использовали лапку фазана, и также мы приготовили вареник из печени фазана. За первое место награждается Дмитрий Табаков. Шеф-кондитеры знают, что единственная еда, которую нельзя исправить, это кондитерское изделие в любом ее исполнении. Мы участвуем, собственно говоря, от учебного заведения. Когда мы получаем медали, конечно, это дает нашим студентам стимул. Хочу вот воспользоваться моментом и высказать благодарность Ассоциации кулинаров России за то, что она дала возможность регионам собраться и показать себя. За первое место в зачете индивидуальных соревнований Всероссийского кулинарного чемпионата «Шефа ля Русс» в номинации «Кондитерское искусство» награждается Виноградова Эльмира. Не плачь! Еще одна представительница города Костромы! Ваши аплодисменты! В каждом регионе есть свои умельцы, есть золотые руки, есть светлые головы. Просто в этот раз мы поймали удачу, мы очень старались. Третье место в номинации «Национальный обед» – Пензенская область! За второе место в номинации «Национальный обед» награждается команда «Москвы. Ресторан Дружбы народов!» Дорогие друзья, мы от всей души поздравляем команду города Москвы «Ресторан Дружбы народов!» Республику Абхазию с этой победой. Мы будем смотреть за их выступлением в финале. Второе место сегодняшнего дня. Пять минут опоздания. Мус, который не стал мусом – это реально накал страстей. За первое место в номинации «Национальный обед» награждается команда Ростовской области! Дорогие друзья, не зря они сегодня понравились моему соведущему. Да, не только самые лучшие раки, самые лучшие кулинары сегодняшнего дня. Черный ящик заключает в себя два комплекта продуктов для основного блюда и для десерта. Вы можете дополнительно взять то, что есть на полках здесь. Черный ящик дает возможность посмотреть уже мастерство и профессионализм непосредственно тех людей, которые работают в боксе, уже по тем рецептурам, которые они предлагают в новом своем исполнении. Черный ящик мы предоставили полностью сами. Мы сделали заказ, об этом знали всего пару человек, не знал ни один из участников, не знали организаторы. То, что мы привезли на черный ящик – это было основой. Команды могли взять любые другие ингредиенты с пола. Томас Гуглер предложил курицу и сказал, что она должна быть обязательно, потому что она очень сложна в приготовлении. Она сухая, может быть. А пасту – это просто и сложно одновременно. Это очень классный выбор. Я считаю, что черный ящик – обалденный, очень интересно, реально, очень. Наши судьи дегустируют, пробуют. Потом у них будет небольшая пауза, но я предлагаю вам никуда не уходить, потому что примерно в 2 часа дня начнется официальная церемония награждения лучших команд. Мы не могли брать ничего дополнительно, то есть то, чего не было на площадке. И, соответственно, чтобы мы не продумывали, все планы были абсолютно разрушены, и мы исходили из той ситуации, которая была. Мы объявляем итоги финала Всероссийского кулинарного чемпионата «Шеф Аля Рус» 2014 года. И третье место в общем зачете в командных соревнованиях завоевала команда Владимирской области! Дорогие друзья, ваши аплодисменты! Мы поздравляем команду Владимирской области! Третье место! С черным ящиком все очень просто. Если опыт есть, в принципе, можно с любым справиться. Если опыта нет, то как-то увидим. Обратная связь была интересная, да, потому что… Поняли, что они хотят от нас. Да, да. Потому что это все-таки… Мы готовились в чуть-чуть другом векторе, мы сначала готовились, как раз вот на отборочных. И поэтому там, может быть, и поэтому были там третьими. За второе место в общем зачете командных соревнований Всероссийского кулинарного чемпионата «Шеф Аля Рус» 2014 Награждается команда города Каменск-Уральский! Мы поздравляем команду города Каменск-Уральской Сверховской области! Ютные участники чемпионата, они показали свое мастерство! Браво! Молодцы! После первого дня стало намного легче, когда уже подались, приготовили. Да, судьи уже нас оценили, и после награждения нам намного легче стало. То есть, когда получили второе место, перешли прямо в финал, немножко вроде успокоились. Да, но на черном ящике ни разу еще не выступали. Мы, конечно, хотели хотя бы третье занято. Потому что тут все профессионалы, все очень хорошие, сильные повара. Мастера своего дела. Ну, когда объявили третье, конечно, думали… Немного обечалились сразу же. Да, потому что действительно, у них были очень хорошие блюда. Ну, мы думали, значит, уже все. Ну, когда объявили второе место, это все. Очень сильно радовались. За шкалу эмоций. У меня был шок, я ревел. Я ревел от того, что это мои ученики. То, что мы с ними вместе работаем. Я их подготавливал, что-то им показывал. В процессе работы, подготовки к конкурсу. Вот. Ну, когда их вызвали, я почему-то был уверен, что мы будем на первом месте. Награждается команда Свердловской области. Дорогие друзья, лучшими была команда, горная команда Свердловской области. Это победа. Они были лучшими. Именно поэтому они сегодня на верхней ступеньке нашего пятистана. Мы ее заслужили. Мы сделали достойный грудок. Мы сделали то, что мы хотели, мы сделали в финале. Мы сделали максимум из того, что мы умеем. Подарочек шикарный. Лучший для повара подарок. Мы только за него и боролись. Деньги были уже на втором плане, потому что поездка, посмотреть. Сам ты не играешься никогда. А в черном ящике мы знали, что мы сделаем достойно. Именно что в черном ящике каждый повар показывает свою силу, то, что он умеет и знает. Импровизации. Здесь показывают, кто на самом деле сильный. А кому просто повезло. Я очень надеюсь, потому что со многими из вас мы не только познакомились на этом мероприятии, а я бы сказала, подружились. Я очень надеюсь, что мы с вами будем встречаться часто. Ну а я обещаю, что я и моя команда приложат для этого все усилия. Спасибо большое. Спасибо.